Важное очко для вашей команды. Поделитесь эмоциями, насколько приятно сравнивать счет на последних секундах. Тем более, что это сделали вы, стали автором голова. Ну, конечно, приятно сравнивать счет в конце матча. Но мы приехали сюда побеждать за победой. Вели счет в 2-1. Были моменты у двое счет, но не получалось. Соперни хорошие, мастер увитый. Тяжело было. Но мы не опускали руки, даже когда проигрывали. Мы играли до конца. Так что я рад, что мы сравняли. Благодаря своим партнерам я забил, так сказать, решающий голос, что сравняли. Благодаря партнерам. Вы это обсудили на скамейке, эту комбинацию? Да, честно, мы взяли тайм-аут специально для этой комбинации. Потому что знали, что мы всегда на тренеров-то наигрываем. Так что взяли тайм-аут, что договорились, что и сделали. Как считаете, насколько сейчас шансы есть зацепиться за плей-офф и насколько следите за другими соперниками? Следим особенно за нашим конкурентом, норильским никелем. Шансы большие. У нас еще две игры впереди. Так что следующую игру надо обязательно выигрывать. Мы играем дома при своих болельщиках. Будем стараться за всех сил. Терять нам больше нечего, в принципе. Так что играем на победу. Так же, как еще раз повторяюсь, мы сюда приехали за двумя победами. И будем играть на победу в следующей игре. Сибиряк обычно умеет вытаскивать матчи дома. И выставили, наверное, одну из немногих команд, которая смогла, скажем так, в концовке остудить пыл Сибиряка на домашнем паркете. Как это удалось? Наверняка знали, что Сибиряк прибавляет. Ну, я еще раз говорю, что при счете 2-1, мы когда вели, Сибиряк нас поджал очень сильно. Еще раз повторю, сегодня очень высокие игроки, классифицированные, мастеровитые. Так что тяжело было при них обороняться, даже когда вратарь выходил из Балышов. Тяжело. Ну, мы старались. И в конце даже у нас были силы. Мы верили в то, что мы заберем очки с Сибирька. Так что главное, мы поверили, и все произошло как надо.